Соберем детей в школу. Акция с таким названием уже несколько лет подряд проходит в Череповце. Она стартовала 30 июля. Направлена акция в первую очередь на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На семьи малоимущие, многодетные. Именно такие чаще всего обращаются за помощью в программу «Дорога к дому». Например, у Натальи Соколовой в этом году к учебному году нужно подготовить двух школьников. Дети идут в пятый и второй класс. Я «Дорога к дому» благодарна, что у них есть. Я с ними давно работаю, и мне очень с ними нравится работать. Больше психологическую поддержку получаю. А если мы спокойнее, когда есть какие-то проблемы, я общаюсь с ними, мне намного спокойно. То есть я не делаю ошибочных шагов, чего-то там. Детки из таких семей занимаются в проекте «Служба подросток». Психологи и педагоги помогают ребятам преодолевать сложности, решать разные проблемы и подготовиться к школе в том числе. Причем помощь оказывают и материальную, и, что очень важно, моральную. Вручая констовары и школьные принадлежности детям, мы спрашиваем об их успехах в школе, ведем разговор о том, что им нравится, какие трудности они ожидают. Помогаем справиться с этими трудностями, проговаривая их. Мы желаем им успехов в учебе, мы передаем свой заряд позитивный, вдохновляем их на новое достижение. В прошлом году в «Дороге к дому» помогли подготовить к школе более 100 детей. Сейчас заявки поступили от 150 семей. Самыми активными у нас, как всегда, являются сотрудники компании «Северстали». Кто-то приходит с семьей, кто-то объединяется с цехами и сразу помогают нескольким семьям. Один цех попросил, чтобы сделали вычеты из их зарплаты, и в итоге они смогли собрать около 35 тысяч рублей. Каждый неравнодушный горожанин может принять участие в акции и помочь вещами, констоварами или деньгами нуждающимся школьникам. Вся информация на сайте дорога к дому.рф. Акция продлится до 30 сентября. Виктория Пименова, Анатолий Холин. Новости.